В мире полом хаоса и несправедливости кредиты нас поглощают. Приветствую тебя, дорогой зритель и зрительница на канале про нас. Сегодня мы поговорим о жизни без кредита. Дело в том, что та реклама, которая нас преследует повсюду, купи, 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 и тот образ, который нам привязывает телевидение, интернет, баннеры на улице и всё-всё-всё-всё, что мы видим, заставляет нас взять кредит, потому что денег, жизнедеятельность у нас нет. В этом видео я расскажу, как избавиться от кредитов быстрее или как ими вообще не пользоваться. Досмотри его обязательно. Но что, если взять себя в руки и остановить этот поток информации? Не обращать внимания. У настоящего мужчины должен быть автомобиль, у него должен быть вот такой толщиной лопатник, где должны быть пятитысячные купюры. Кругом миллионеры и миллиардеры. Смотря на них, мы думаем, почему это не я? Я хочу выглядеть как они, я хочу жить как они, но у меня, к сожалению, нет денег. И тут на помощь ко мне приходят расставщики, банки. Сколько их штук сегодня? Какое количество банков сегодня нас окружает? И все хотят нам дать кредит. Но если мы берем кредит 100 тысяч, мы отдаем 180. Если мы берем 200, мы отдаем 300 за 5 лет. Но что если эти 5 лет мы можем просто откладывать на очередную покупку, которую мы хотим сегодня взять денежные средства? И то желание уже пропадает. Да ну, я не хочу потом, я хочу сейчас, но потом рассчитать. То есть кредиты это то, на что у нас нет денежных средств, но мы хотим это иметь. И совсем недавно я благодарю свою супругу, которая отговорила меня от того, чтобы я взял кредит. Сегодня у нас нет кредитов, кроме кредитной карты. Но и ее мы хотим закрыть, и чем быстрее, тем лучше. Потому что то ощущение, что ты должен, это неприятное ощущение, которое тебя останавливает. В развитии, финансовом развитии. Так вот, как жить без кредитов? Давайте мы просто не будем их брать, да и все. Сказать жене, другу или товарищу, если вдруг я захочу взять кредит, давай-ка окажи на меня какое-нибудь давление. Только не физическое. Но как избавиться от кредитов, особенно от кредитной карты? Ответ очевиден. То, если мы будем платеж делать не тот, который у нас пограф, а, например, больше. Мы делаем больше платеж, хотя бы на тысяч. А если лучше на две или на три. И самое идеальное, это делать платеж в два раза больше. То есть, ты должен платить пять тысяч, а ты платишь десять тысяч. Что? У тебя нет денег платить в два раза больше? А чем ты думал, когда ты брал этот кредит? Заметь, цены растут, растут цены, а твой доход нет. Так может быть, позаботиться о том, как увеличить свой доход, а не как увеличить свои траты. Кредит это плохо, не кредит это хорошо. Желаю вам здоровья, удачи и будьте богаче. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok